Добрый день! Меня зовут Родина Оксана Петровна. Я доктор медицинских наук, кардиолог из центра Алмаза. И сегодня я пригласила Наталью, которая будет участвовать в измерении артериального давления. Наша главная цель – показать вам, какие есть основные правила и как избежать ошибок, чтобы получить достоверные цифры. В первую очередь важно правильно занять позицию. Наталья сейчас сидит на стуле с прямой спиной, я попрошу ее назад опереться, чтобы было удобно, чтобы была расслабленность, потому что даже вот такая напряженность влияет и искажает цифры. Во-вторых, самый частый вопрос от пациентов – на какой руке нужно измерять артериальное давление? Зачастую мы измеряем на правой из-за анатомических особенностей, на правой руке чуть больше давления, но мы на первом визите, если пациент к нам встречается впервые, измеряем и на правой и на левой руке и выбираем. Должна быть разница не более 15 миллиметров штутного столба. Давайте начнем с измерения на правой руке. Я попрошу Наталью чуть-чуть подвинуть вверх рукав. И вот сейчас получилось неправильно, потому что этот валик может сдавливать руку и искажать цифры. Поэтому я прошу ее еще выше подвинуть. Замечательно. Вот эта область остается свободной для измерения и мы накладываем манжетку. Манжетка, как вы видите, накладывается вниз шлангом и здесь прямо есть подсказки. Видите, написано «Арт», «Артерия», которая должна смотреть на правую часть руки, а это вселительная. Зачастую вопрос, который возникает у пациентов – какой тонометр нужно выбирать. С давних времен считается, что должен быть механический тонометр, стетоскоп, который вставляется в уши. На самом деле для пациента настолько удобнее, комфортнее и не вызывает каких-то напряжений, которые тоже могут повышать давление – это автоматические тонометры. Главное – выбрать манжетку правильную, об этом мы еще поговорим. Измеряем на правой руке давление. Мы закончили измерение артериального давления на правой руке. Я хочу отметить, что Наталья интуитивно правильно поступила, она не разговаривала во время измерения. Разговор, да, может быть даже эмоциональный разговор, может вести к повышению уровня давления. Во время разговора с врачом пациент старается как можно больше рассказать о своих жалобах, но старайтесь не говорить именно во время измерения. Не разговаривайте с близкими и родственниками во время того, как вы измеряете его дома. Полученные цифры 114 на 70 в норме. Какие нормы для цифр артериального давления? Мы выставляем диагноз гипертоническая болезнь, то есть повышенные артериальные давления, когда они выше, 140 на 90 стабильно. Неоднократное измерение. В норме желательно, чтобы было меньше 120 на 80. Давайте теперь измерим на левой руке, чтобы сравнить, насколько они отличаются. Можно освободить эту руку и поднять на ту руку. Спасибо. Руку опираем, чтобы вам было максимально удобно и начинаем измерять. Здесь получилось 113 на 75. Всего лишь на один миллиметр различается. Это абсолютная норма. Так у людей мало различают. Я сказала до 15 миллиметров. Но мы выбираем то, которое более высокое по систолическому давлению, поэтому перемещаем обратно на правую руку и именно там продолжаем измерение давления. Зачастую, очень часто пациенты мне говорят, что нельзя измерять один за другим давление на руке, якобы издавление руки и артерии приводит повышение давления. Это не так. Правило гласит, что мы можем измерить и должны измерить 2-3 раза с интервалом 1-2 минуты. Вот пока я говорила, некоторое время не прошло, и мы с вами измеряем второй раз. Напоминаю, те два измерения, которые мы сделали, это было для выбора руки. Теперь мы должны на той руке, которую выбрали, измерить артериальное давление повторно. Сейчас получились цифры 119 на 74. То есть разница с первым измерением около 5 миллиметров. Я хочу обратить внимание, что между первым и вторым измерением может быть разница как в большую степень, так и в меньшую сторону. И это нормально, потому что у нас в норме варьирует артериальное давление. Многие пациенты говорят, оно такое разное, я не могу схвалить одну и ту же цифру. Вообще в норме нужно брать среднее между вторым и третьим измерением. Поэтому попрошу Наталью выдержать еще одно измерение на правой руке, чтобы мы знали точные цифры артериального давления, как среднее между вторым и третьим. 119 на 76. То есть среднее давление у нас получается 119, 75 и 5. Это в норме давления зачастую возникает вопрос, а не ниже ли оно нормы? Вот оно ближе к 120, но ниже. Такое встречается у молодых девушек. Мы говорим, что это норма и нужно просто за ним следить периодически, например, раз в год измерять, потому что оно может перейти и в высокое, если плохая наследственность. Стараться его измерять у всех членов семьи, чтобы профилактически предотвратить значимое повышение и выявить неблагоприятное влияние на здоровье. Оксана Петровна, скажите, пожалуйста, а если на руке есть часы или браслет, их лучше снять перед измерением давления или это никак не повлияет на результат? В большинстве случаев это не влияет. Если только они не сдавливают руку, например, это может быть браслет, который держится именно за счет того, сдавливает, он может влиять. Если мы говорим об измерении на предплечье, то не влияет. А если мы будем говорить о запястном тонометре, это очень важно. И сразу же вопрос, может ли пользоваться запястным тонометром? Он действительно иногда спасает в дороге, когда пациент поехал к амотировку. Или у пациентов с избыточной массой тела, у которых даже бывает такая манжетка недостаточная. Можно пользоваться запястным тонометром, главное правильно держать руку, чтобы он был на уровне сердца. Мы сейчас с вами тоже положили руку на стол, чтобы манжетка была на уровне сердца и показывала адекватное давление. Я напомню о том, что рекомендую пациентам зачастую пользоваться автоматическим или полуавтоматическим тонометром. Есть ситуации, когда механический тонометр показывает более точно. Это мерцательная аритмия, по-другому это называется фибрилляцией предсердий, которая может звучать у вас в диагнозе. И тогда действительно только специальный автоматический тонометр могут с этим справиться. А доктор на приеме слушает и измеряет ваше адериальное давление с помощью механического тонометра и стетоскопа. Еще один вопрос, который пациенты задают, можно ли измерять давление в аптеке. Я хочу сказать, что измерение в аптеке артериальное давление имеет ряд недостатков. Там может быть неподходящая для вас манжета. Вы измеряете давление только когда вам плохо и однократно. И я прошу измерять артериальное давление пациентов, когда они себя чувствуют и комфортно, и когда есть какой-то дискомфорт. Чтобы понять, когда повышается давление, насколько и как этот дискомфорт связан именно с повышением давления. Скажите, пожалуйста, а как часто в домашних условиях следует пользоваться тонометром и измерять давление? Наталья, замечательный вопрос, потому что большинство пациентов скатываются в чрезмерное измерение давления. У них есть некая зависимость от тонометра, потому что пока не измерил, не чувствую себя уверенно. Мы рекомендуем измерять 2-3 раза в день. То есть если это начинающий гипертоник и только следит за своим давлением, чтобы понять, насколько оно стабильно повышается, можно измерять 2-3 раза в день. Также накладываем манжету 1-2-3 раза с интервалом 1-2 минуты. И записывать можно или все три измерения, или только среднее между вторым и третьим. Главное поймете день, время и свое самочувствие. И если пациент, врач вам установил диагноз, назначил таблетки и попросил прийти через 3 месяца, постарайтесь за неделю до прихода к врачу, записывать давление. Это очень помогает. Насколько таблетки подействовали, нет ли чрезмерного снижения давления, и насколько вы хорошо переносите эту терапию. А еще такой вопрос. Если человек регулярно принимает какие-то таблетки, измерение давления в домашних условиях лучше делать до приема данной таблетки или после? На самом деле мы рекомендуем до, для того, чтобы понять, насколько предыдущие таблетки обеспечивают контроль до следующего приема. Когда есть этап только начала приема, мы можем измерять и до, и после, в зависимости от самочувствия пациента. Наверное, главный акцент, который я хочу сделать, чтобы нужно измерять давление, и когда вы себя хорошо чувствуете, и плохо, для того, чтобы понять, насколько это плохое самочувствие связано именно с повышенным давлением или со сниженным давлением. Продолжение следует...